Так, и второй вопрос, как понять, что от нас требуется, когда Господь посылает нам одно и то же испытание, как его пройти? Но, как правило, из-за того, что все испытания для практикующих связаны с привязанностью, с какими-то привязанностями к материальному миру, основанным на наших чувствах. И в какой-то момент времени мы просто должны отчаяться, мы должны понять, что никакими способами мы ни свои чувства, ни свои привязанности победить не сможем избавиться от чего-то или от какого-то ложного заблуждения исключительно по милости Господа. Поэтому единственный способ, как пройти какие-то испытания или пройти этот путь, это в общем, на самом деле, основан на искренней молитве Господа и обращении к Нему за помощью. То есть только через помощь Господа мы можем решить, на самом деле, все проблемы. То есть иногда, конечно, люди усилия воли на время какое-то решают какие-то проблемы, побеждают в себе гнев, там еще что-то побеждают, там жадность побеждают усилия воли. Но, как правило, если это приводит опять к некой гордыне, все опять возвращается. Потому что величайший грех, величайшая проблема этого мира, это то, что Господь больше всего не любит, это гордыня. То есть гордыня, которая рождается из зависти, но вот эта гордость, да, что мы самость, то есть, да, вот, что мы какие-то там, это как раз вот наш отделенный интерес в сторону того, что мы хотим быть богами. Вот хотим, там, доказать, что у нас есть какие-то, конечно, что мы что-то можем, там, что мы там самые богатые, там, самые красивые, там, самые преданные. Вот, неважно, мы, это самость, да, то есть, что мы самые такие, вот, мы думаем. И из-за этого, ну, все проходит по кругу, то есть, нам приходят одни и те же испытания, одна и та же ситуация, она возникает, там, люди могут меняться, но ситуация остается, нас проводят по этому кругу. Вот, и мы, если мы в какой-то момент времени поняли, что мы не, это большое везение, на самом деле, понять, что мы не справляемся с ситуацией, и тогда нам приходит подлинное смирение, подлинная молитва Господа, чтобы Он помог нам решить эту проблему. Там, неважно, там, от сигарет избавиться, там, или, там, перестать быть жадными, там, или еще что-то, вот, гневаться на кого-то при каких-то обстоятельствах, мы начинаем молиться Господу, чтобы Он нам помог каким-то образом изменить свой характер, то есть, в духовную сторону. И так происходят, на самом деле, изменения, то есть, вот, приходит понимание того, что невозможно, там, скажем, кого-то изменить, да, то есть, людям можно долго объяснять, как плохо быть, там, жадными, или как плохо быть еще какими-то, как бы, никто этому слушать особо не будет, на самом деле. Но если люди вдохновятся сами, меняться, если мы сами вдохновимся, ну, изменить какие-то аспекты нашей личной природы, ну, мы должны понять, что на самом деле природа, она бывает либо материальная, либо духовная. Поэтому материальная природа, она всегда связана с нашим отделенным, корыстым интересом, категорией наслаждения. Ну, и она строится на эгоизме всегда. Но духовная природа, она позволяет все качества задействовать, ну, если мы соприкасаемся с трансцендентной реальностью, то все наши чувства, вот эти те же самые, так сказать, материальные чувства, они начинают постепенно трансформироваться в духовные, то есть, если они поставлены, задействованы в служение Господу. Поэтому мы должны, все наши чувства, пытаться задействовать, пытаться задействовать в служении. Разные моменты, но мы опять же должны, возвращаясь к первой теме нашего разговора, получать все через откровение, через некое личное взаимодействие. То есть, просто, ну, гуру, он может тоже сказать конкретно, что делать, вот конкретно, как делать, но это не всегда возможно, не для всех возможно. Потому что, ну, в силу определенных причин, в силу, во-первых, нашей, опять же, той же самой гордыни, на самом деле, что мы даже от гуру не всегда способны принять все, что он нам говорит. Вот, но многие люди, они, когда получают какое-то внутреннее личное откровение, в принципе, мы как-то, бывает, воспринимаем очень естественным образом, что это происходит, это идет от Господа. И поэтому мы должны всегда учиться вот этому процессу, процессу молитвенной жизни, то есть непрестанной молитве. Не так легко, но мы должны привить к себе эту привычку, что находиться всегда на связи, совершать эту йогу постоянную, что все по воле Господа, все идет так, как Он хочет, все идет по высшему сценарию. Мы, мы участники, и наша задача участвовать в этом сценарии, если мы сможем переключить свое, так сказать, свое чувство, свое чувство с себя на служение, тогда постепенно все меняется. И если мы, ну, просто, иногда говорят там психологи, что вот, если мы прошли испытание, то оно больше не возвращается, как бы, ну, все зависит, опять же, от нашей гордыни. Если вернется гордыня, то вернется и испытание. Поэтому мы, опять же, ну, не нужно вот тут обескураживаться, что там вот так тяжело, потому что все проходят какие-то испытания, все будут идти по этому пути, и все будут так или иначе, всем будет тяжело какой-то этап, всем будет какой-то этап радостно, вот, но самое главное, это вот совершать постоянно вот эту бахти-йогу, бахти-йогу-связь. Всегда помнить о Господе, никогда о нем не забывать. Не знаю, ответил, я не ответил, но такой вопрос, он, ну, рабочий просто, это, он ежедневно с этим вопросом сталкивается, постоянно, нам кажется, что вот мы, там, наконец-то, в какой-то ситуации мы смогли сделать что-то так, правильно все сделать. Но приходит, там, мы довольны и становимся, потом приходит другая ситуация, похожая, и мы уже не можем пройти, потому что в силу разных причин, может быть, не выспались, может быть, переели, может быть, но это, опять же, связано с тем, что мы должны выйти на момент непрерывности, то есть наше сознание Криши должно, в конце концов, стать непрерывным. Это очень важный момент, что Дарма Хараш о нем говорит, что если она у нас проявляется, потом уходит, сначала мы можем проявить свои духовные качества, потом, как бы, опять нас захлёстывает, то, ну, речь идет о такой, ну, о пути, ну, о духовной практике. Когда процесс становится стабильным, мы стабильно всегда находимся, ну, в неком потоке, что у нас не прерывается этот процесс духовный, то есть мы всегда можем его поддерживать, тогда, если Дарма Хараш говорит, что есть, можно думать о чем-то подлинном. Вот пока до этого момента не дошли, до стабильности, то у нас процесс, как бы, как это, лечение идет, то есть мы принимаем лекарства, там иногда нарушаем диету, опять падаем, потом опять начинаем лечиться, потом, вроде, выздоравливать начинаем, потом опять, как бы, заболеваем, ну, и так вот, долго. Долго может проходить, но у нас нет другого выбора, как только идти по этому пути. Реклежь.